Всем привет, друзья, с вами Прослушка. Ливан Горозия, он же L1, наконец-то вернул себе имя. И я поздравляю, Ливан, если смотришь, это очень круто, я очень рад. Наконец-то Ливан может исполнять свои песни, все старые и новые у него теперь есть. И вообще можно просто объединить как-то. Так, а что, альбом вышел под именем L1 в итоге? Восход 1, L1, 10 треков. Мне кажется, этот альбом все-таки напоминает предыдущий Рассвет, потому что писался он от имени Ливан Горозия. И, ну, Ливан, вот именно Ливан Горозия, он же использовал такие живые прям инструменты и так далее. Что-то такое, а-ля Марсель, там, Солярис и так далее. Вот, поэтому я жду звук такой же, как и в альбоме Рассвет. Рассвет, муа, просто пушка альбом. До сих пор слушаю, кайфую, балдею. Вот, давайте слушать Восход 1. Космическая тема, она идет с Ливаном всю его творческую жизнь, весь творческий путь. Или тут больше рэпа такого-то. Низданчик. Бас крутой, конечно. Классно. Все-таки правильные вещи он всегда говорит. Неплохое начало, такой стартовый трек. Куплеты больше понравились, чем припев. Идем дальше. Я есть пламя. Красивый звучок. Нравится, пока. Не люблю автотюн. Мне не нужно драться ради хайпа на нашем деле. Я топ-дох в этом деле. Огонь в моем сердце. Красотка кричит, что я мало дня. Красотка кричит, она любит меня. Я в русском рейтбе отец. Я в огне уже с молоду. Они думали, что мне конец. Но я отрастил свою бороду. А внутри меня. Вот такое вот исполнение мне нравится. Не автотюном то, что он кричит. А вот именно так. Если бы так было, мне кажется, было бы лучше. Но трек хороший. Холодный как лед. Вообще не рассвет, конечно. Холодный как лед. Так, тоже неплохо, в принципе. Вот такое я ждал. Кайфовый трек. Вообще. Самому зло еще решает. Тут прям очень многое. Балдежная тема. Но и посыл, в принципе, в тексте тоже очень хороший. Особенно вот в припеве. Знаю, наверное, что понравилось. Подмосковье. Лего. Я где-то в Подмосковье. Снег падает, как слома. Глаза, как Дэвид Нерес. Взлетаю с космодрома. Вот же кайфовая тема вообще. Папа горячий, тифлист. Мама, русская зима. Выпадает сектор приз. Откажусь, хочу играть. Тик-ток хаос. Не пойду. Мальчику 35 лет. Половину я курю. Я где-то в Подмосковье. Снег падает, как слома. Я где-то в Подмосковье. Тоже балдежная тема, в общем. Кайф. Но тут вот в припеве reference какой-то очень знакомый мотив. Вот крутится в голове, не могу вспомнить имя. И песня, мелодия эта напевается. Ладно, навсегда. Тоже такой атмосферный звучок. Цулефа. Ну, такой трек прям приятный очень. И атмосферный звучок. Видимо, адресовано своим друзьям. Теми, с кем гонял там по концертам. Может, в своей команде. Либо к слушателям. Ну, и к слушателям тоже, в принципе, можно отнести. Клево, клево. Прикольно. Неожиданно. Прям нежданчик. Самый попсовый по-любому трек будет. Но это по-любому пойдет он. Тут надо клип снимать вообще. Сразу вспоминал свои какие-то моменты в жизни. Когда просто бошку выстреливал. Влюблялся там в какую-нибудь девушку. Наблюдал за ней. Балдел. Неожиданно. Прикольно. Прикольно. Такая милая, добрая песенка. Такой забавный припев. Неожиданно как-то просто вообще. Такой добрый, добрый, хороший, милый трек. Очень рад вообще за семью тоже Ливана. Это очень круто то, что на протяжении нескольких лет они до сих пор вместе. Меня вырубают, взгляды ее пластика. Такая горячая, раз сто петарды. И наши поцелуи, губы, губы. Она дает понять, что она любит. Она дает понять, что это будет. Тоже кайфовая тема. Вот мне нравится такой саунд. Я прям вообще за такое. Вторая часть альбома прям вообще радует и радует. С ней. Такой сразу ответ на припев. Ну вот последние строчки, что-то как-то не очень мне понравились. Что нет дела до мира, только тело ее. Все. К сожалению, даже как-то. Классный альбом получился. Знаете, я бы вообще разделил его на три части. Ну, на вот первую, такая более хип-хоповая, рэповая. До холодный как лед, да, по-моему. Да, это, типа, знаете, напоминало все эпишки, ну, какими он был в эпишках своих, типа шторм, альфа и так далее. И дальше уже вот такое, типа, приближенное звучание к рассвету. Уф, как это классно. И вот последние четыре трека чисто о девушке какой-то, допустим. Ну, а любой вообще просто о девушке. И уже такая более танцевальная тема. А-ля Викинговская и прочих подобных исполнителей. Круто. Разноплановый и такой интересный альбом. И сам Ливан тоже играл с своим флоу. Где-то, конечно, он себя же напоминал, но где-то что-то новое представил. Вот. Поэтому я, в общем и целом, доволен. Не будем считать то, что я где-то там что-то к тексту придрался. Какие-то строчки, типа, не понравились. В общем и целом, супер. Мне понравился альбом. Особенно вот как раз-таки начиная с четвертого трека. Вот прям все, что мне нравится. Я все слушал и балдел. Очень такой забавный, милый трек Валентинка. Неожиданно вообще было услышать, как влюбился. И мне кажется, этот трек прям стрельнет. Если уже не стрельнул. Потому что, ну, прям заявочка такой на хорошую поп-песню. Как когда-то был трек. Сон тоже так же выселил. И вообще играл отовсюду. Вот. Очень классный. Классный альбом. Очень рад то, что у Ливана все в итоге налаживается. И имя вернулось. И хотелось бы, чтобы вот Л1 уже, как бы, мне кажется, сейчас только Л1 будет. Чтоб он вот шел как раз-таки вот в этом направлении. И всегда делал что-то интересное в плане музыки. Особенно вот как середина и концовка альбома. Вот. Все, что я сказал. То, что я хотел сказать, я сказал. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.